Нина Дмитриевна Придеина настоящий герой трудового фронта. Она работала на военном заводе, делала снаряды для передовой. Трудилась по 12 часов в сутки и почти без выходных. Было невероятно тяжело, но причастность к великому делу придавала силы. Кстати, Нина Дмитриевна одна из первых жителей Усть-Былыка. Уважаемая Нина Дмитриевна, указом президента Российской Федерации вы награждаетесь юбилейной медалью 75 лет победы Великой Отечественной войне. Позвольте вручить вас заслуженную награду. Нина Игнатьевна Юргунова работала в колхозе в Чувашии, полола грядки, жала зерно, возила солому, потом устроилась дояркой. Вспоминает, как отца в мае проводили на фронт, а уже в ноябре получили похоронку. Указом президента Российской Федерации вы награждаетесь юбилейной медалью 75 лет победы Великой Отечественной войне. Позвольте вручить вам эту награду, удостоверение. Пожелать вам самое главное здоровья, 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 еще раз здоровья. Медали получили и супруги Кызины. Клавдия Даниловна с 43 по 45 годы находилась в фашистском плену в Германии. Отец погиб на фронте. Леонид Иванович трудился на оборонном заводе. Все наши герои познали не только горечи войны, но и бытовую неустроенность в последующие годы. Тем не менее, предпочитают не вспоминать о черных страницах своей судьбы. Тем более, что этому поколению есть чем гордиться. Буквально из руин они восстановили страну.